Представленные перед Аллахом и скажут о том, что они не знали о Пророке или не поняли его. Поэтому верни нас в мир, и мы уверуем в Твоего Пророка и Твоего Посланника. Всевышний Аллах на это скажет. Теперь это невозможно, потому что после смерти никто уже не может вернуться в мир. То, о чем вас предостерегали в мирской жизни, для вас достаточно. Отрицание Посланника Бога без всякого размышления является страшным моментом для тех, которые сразу начинают противодействовать Посланнику, не думая ни о чем. То, это невозможно. Академия Наш время говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской Мусульманской Общины, пятый халим Абиталадного Мессии, Хазрат, Мирза, Масру, Рахват. В одно же время, это то время, о котором говорится в Священном Коране, и когда звезды померкнут. Сура Аль-Мурсалат, аят, девятый. Это означает, что у богословов не будет знаний из-за того, что не отвергли имама времени, они будут вводить в заблуждение тех людей, которые слушают их, и они будут лишены того света, который принес имам времени. Слово померкнут означает, что у них не будет никакого света, а тот, у кого нет света, не может никого наставить. Эти люди, мулы богословы, глубоко погружены в мирское, и им нет никакого дела об исповеденном Мессии, мир ему, кроме ругания и поминания его плохими словами. В эти дни в Рабве в Пакистане проходит конференция «Хатам Аннабуват. Печать пророков», в которой участвуют известные богословы Пакистана, такие, например, как глава общины Джамати Ислами и другие богословы. Они все до единого произносят плохие слова в адрес Ахмадийской общины и, кроме этого, ничего не могут сказать. Когда на арабском языке говорится «звезды померкли», то это означает, что богословы утратили свои знания, или это говорится тогда, когда происходят стихийные бедствия. В нашем случае это означает, что богословы лишены знаний, и вместо того, чтобы распространять свет, они распространяют тему, и поэтому следующие за ними люди впали в заблуждение. Они не обратили внимания на те предостережения Всевышнего Аллаха, которыми они были предостережены. И это сделал человек, посланный Всевышним Аллахом, то есть обетованный Мессией Имам Махди Мирьям. Поэтому они подверглись стихийным бедствиям. Когда стоят очень темные ночи, тогда и свет тех звезд, которые содержат в себе какой-то свет, тоже меркнет. Всевышний Аллах сказал об этом времени так. И когда небо будет развергнуто, Сура Аль-Мурсалат, аят 10. Во-первых, это связано с миром науки, означает то время, когда будут делаться все новые и новые открытия во Вселенной, и появятся озоновые дыры, и произойдут изменения климата, и в духовном мире это означает приход обетованного Мессии Имам Махди, Мирьяму. Потому что когда Всевышний Аллах сообщает, и когда звезды померкнут, то есть богословы утратят свои знания, и повсюду распространится тьма, то Всевышний Аллах не спошлет свет посредством своего посланника, обетованного Мессии Имам Динь. Мир, 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 и вследствие этого возникает община, получившая свет от этого посланника. Тогда начинают проходить откровения и вещи и сны от Аллаха, которые приходят к пророку и некоторым из его последователей. Всевышний Аллах как бы говорит, не думайте, что так называемые богословы, мулы этого времени могут стать препятствием для той общины, которая будет создана после прихода посланника Аллаха. Духовная жизнь этих богословов может продолжаться только в том случае, если они признают эту общину, которую посланник Аллаха наполнил светом духовности. Эти так называемые богословы и их последователи, говорит Хазур, не имеют никакого значения в глазах Всевышнего Аллаха. Когда эти кажущиеся незыблемыми горы, то есть богословы, начинают противодействовать посланнику и любителю,